Боевой матч получился. Две команды, которые подошли к этой игре лидерам чемпионата. Шахтер хорошо стартовал, один ничейный результат имел с Гомелем. Понятно, что, я думаю, не секрет был не для нас. Игра Шахтера именно за этих шесть туров, пять туров они провели, да, пропустили, по-моему, одну игру. Ну и нас, конечно, соперник тоже знал, поэтому игра получилась боевой. Понятно, что, наверное, когда две достойные команды встречаются друг с другом, ожидать какого-то обилия голов, много голевых ситуаций не приходится, хотя я уверен, что и мы стремились к этому, мы всегда команду призываем создавать как можно больше голевых ситуаций. И наверняка соперник тоже самый, Шахтер, стремился к этому. Но игра получилась, еще раз говорю, очень важно было после предыдущего тура, где мы проиграли, наверное, по делу в Гродно, да, и проиграли где-то в единоборствах, в желании сопернику. Сегодня очень важно было после неудачной игры справиться этим компонентом именно и вернуться в привычное русло. То, что нам, скажем так, так свойственно было в первых пяти играх, когда мы одержали победу. Поэтому в этом отношении сегодня с первой до последней минуты команда поддерживала хороший ритм игры, хорошую интенсивность единоборств. И гол в раздевалку в какой-то степени он придал нам еще эмоциональных сил, потому что всегда одна команда, когда забивает в раздевалку, естественно, это придает больше сил, еще уверенности. А другая команда наверняка уже шахтер какие-то коррективы, тренерский штаб хотел внести в перерыве. И тут Владислав Морозов забил этот гол, когда длинная передача, вратарь не рассчитал с отскоком мяча. Естественно, что Владик до конца пошел, молодец, как и положено нападающим, доработал этот пизод до конца. И удача вознаградила его попаданием в дальний угол, хотя довольно сложно было исполнить этот момент для того, чтобы забить гол. Но он исполнил, молодец. До 75 минуты мы владели инициативой. Да, мы не создали, может быть, столько моментов, чтобы забить второй гол. Да, и таких, может, голевых ситуаций явных и не было. Но до 75 минуты мы владели мячом, мы контролировали игру. Единственное, что последние 15 минут, конечно, мы отдали инициативу. Это связано уже с тем, что, я имею в виду, во владении мячом отдали инициативу, связано с тем, что команда была настроена сохранить этот победный результат и поймать соперника на контратаках. Были произведены замены у соперника, которые пошли на усиление атакующего потенциала шахтера и вышел скавыш, прибавил, скажем так, агрессии впереди. Поэтому нам очень важно было не допустить каких-то таких грубых ошибок в обороне для того, чтобы не дать сопернику сравнять счет. Единственный эпизод, который возник, это удар Корзуна, где великолепно Денис Шпаковский справился с этим эпизодом. И я сейчас в раздевалке ребятам сказал, ребят, везение нужно заслужить. Только тогда, когда каждый игрок команды проникнут идеей и целью достигнуть максимального результата, только та энергетика, которая передается всем на футбольном поле, тем ребятам, кто находится в данный момент, и особенно тех, кто находится на скамейке вместе с тренерским штабом, только таким образом мы способны заслужить везение вот в таком эпизоде. Поэтому, наверное, сегодня мы больше хотели, больше заслужили, и я поблагодарил команду за проделанную работу на футбольном поле и поздравляю Минское Динамо с победой. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить, конечно, и болельщиков. Первый матч на натуральном газоне на нашем стадионе сегодня было достаточно много, поэтому мы благодарны каждому болельщику, который поддержал нашу команду сегодня, и мы их порадовали также хорошим результатом и победой над очень сильной командой. Ну и заключительный момент, то, что хочу сказать, также поблагодарить работников стадиона за то, что в кратчайшие сроки, скажем так, да, еще три недели назад поле было в очень, не очень хорошем состоянии, но сегодня мы были приятно удивлены из того, что было здесь на нашем стадионе с газоном. Сегодня поле было в хорошем состоянии, это тоже большая заслуга работников стадиона, которые поспособствовали тому, чтобы матч получился таким боевым. Спасибо. Будут ли вопросы? Да, Иван. Да, Иван. Вы сегодня изменили линию обороны как по фамилиям, так и по схеме. Это из-за поражения в Гродно или плавная душа? Безусловно, поражение в Гродно всегда дает определенную пищу для размышлений, анализ. Тренер должен производить, я не исключение. Поэтому, конечно, мы первых пять туров одержали победы и практически играли одним и тем же составом. Да, у нас не было больших изменений кадровых, да. Естественно, наверное, добра-добра не ищут, когда тот состав, который достигает результата и одерживаем победу. Ну, менять что-то кардинальное нет смысла. Поэтому после поражения в Гродно, конечно, нужно было сделать кое-какие выводы. Ну, ребята, те идеи, которые мы за эту неделю после игры с Гродно им постарались донести, те направления, которые мы выбрали, они сегодня принесли нам успех. Мы понимали, что и сильные стороны Шахтера, это Карпицкий, это Ахмеди, это Шрамченко, который на фланге также может креативить. Да, и естественно, что и Рома Бегунов, и Максим Швецов отлично сработали в полуфлангах вот этих, как три центральных защитника. И мы не дали большой свободы этим креативным футболистам. Поэтому здесь и выводы после поражения в Гродно, и, естественно, с изучением и анализом соперника сильных сторон мы тоже тактическую модель игры выбрали, исходя из этого. Паша Седько в перерыве почувствовал недомогание, я к нему подошел, посмотрел, у него такое было состояние, как будто он немножко как бы поплыл. Это связано, я думаю, что и с напряженностью матча, и с интенсивностью единоборств. Поэтому никаких вопросов по игре Паши в первом тайме не было, никаких нареканий. Единственное, что, конечно, когда футболист чувствует какое-то недомогание и понимает, что он на 100% не готов выйти и дальше продолжать борьбу, лучше, конечно, выпустить игрока тот, который готов на 100%. Олег Евдокимов вышел в эту позицию, мы сделали замену по позиции, отлично тоже сработал. Еще вопросы, коллеги? Есть ли вопросы? А, есть. Пожалуйста. Вы не присоединяйтесь к этому тренгу каждую весну, когда специалисты критикуют газон, критикуют поле. Все-таки видно было, что вам иногда пылило при единоборстве. Я очень часто, не только относительно футбольного, не совсем качественного футбольного поля, да, я еще раз хочу заострить внимание на том, что то, что было месяц назад, Екатерина, я думаю, тоже свидетель, какое здесь было поле, да, и мы, честно говоря, даже разговаривая с руководителями и с тренерским штабом, думали, как же мы будем играть, когда наступит май месяц, да, и на самом деле колоссальная работа была проделана, еще раз хочу поблагодарить работников стадиона. Вот, конечно, не в моих правилах я никогда этого не делаю, искать причины какой-то, может быть, не совсем удачной игры, каких-то неудачных взаимодействий именно в качестве поля, никогда не буду этого делать. Мой принцип работы и донесения до команды своих идей, это всегда не искать причины, мешающие нам достижению результата, искать средства для того, чтобы улучшать свою игру, независимо, какого качества поля. И еще вопрос, вот лично у меня, не знаю, как у коллекции, вы знаете, что гол добавлены, то есть не «Динамо» забил, а что все все это пропустили? Нет, не согласен в корне, потому что для того, чтобы заслужить, заслужить гол забитый, всегда есть направление игры команды, да, мы преследуем, играя в два нападающих, модель игры с двумя нападающими, то, как мы сегодня сработали, 3-5-2, условно говоря, или как предыдущие матчи играли в тактической расстановке, 4-4-2. Два нападающих, это всегда давление, с учетом нашей антропометрии, наших нападающих, да, естественно, они способны давить на защитников и заставлять их в определенный момент ошибаться. Вот поверьте, пока матч длится, например, первый тайм концентрации хватает, потом где-то чуть-чуть, особенно в концовке таймов, это общепризнанный факт, что в конце тайма, последние 5-минутка всегда падает концентрация у футболистов, и почему многие тренеры призывают всегда футболистов последние 5 минут очень внимательным быть. Первого тайма и 5 минут последних, заключительных второго тайма. Здесь заслуга Владислава Морозова, заслуга, по-моему, Сергей Политеевич делал передачу, да, если Ариню делал, да, передачу, значит, Ариню делал передачу. То есть мы иногда форсируем вертикальными передачами за спину, учитывая то, что у нас есть два быстрых нападающих, и способные вести единоборство, и способные на пространстве убегать и оказывать давление на защитников. Поэтому это заслуга нашей команды в том, что мы заставили ошибиться вратаря с отскоком, и Владик до конца этот эпизод доработал. Остановись, Владик, в этом эпизоде, потому что на самом деле Игнатович мог забирать этот мяч, да, потому что он просто не рассчитал отскока от мокрого газона, да, а так как бы мяч ему в руки приходил. Но когда мяч скользнул, и Владик мог остановиться до того, как вратарь мог бы этот мяч забрать, а он пошел до конца, и поэтому его, скажем так, вознаградила эта ситуация за этим забитым голом. Это заслуга команды, а не ошибка соперника. Спасибо. А еще вопросы будут? Пожалуйста. Волков, Сергей, Бэтнюс. В этом чемпионате вы уже победили в Батэ, сегодня вы играли в Шахтёре. Какая из этих двух игр была более функциональной? Две разные истории. Во-первых, с Батэ мы играли на выезде, мы были в статусе, скажем так, выездной, приезжей команды. Сегодня мы играли на своем стадионе, на натуральном газоне. Поэтому сегодня количество болельщиков, по-моему, объявили около 7 тысяч, да? Больше. Больше, да? 10, да. Ну, то есть, это, поверьте, для нас очень важно то, что вот 10 тысяч болельщиков даже, которые переживают за Минска и Динамо, и, естественно, что, играя на своем стадионе, мы немножко по-другому играем. Потому что в Борисове была игра, во-первых, это был, по-моему, третий, четвертый тур у нас, четвертый тур это был, да? Естественно, что нам там очень непросто пришлось, хотя мы и выиграли, но у Батэ тоже было достаточно голевых ситуаций. Но мы там тоже заслужили каким-то образом, да, своим, значит, правильным отношением к игре, постановкой игры, заслужили эту победу. А сегодня домашняя игра, и, поверьте, очень трудно психологически, трудно, еще раз повторюсь, я не говорю невозможно, а психологически трудно после проигранного матча в Гродно вернуть команду вот в это победное русло. И то, что ребята сегодня справились, это большая заслуга их. Поэтому это две разные истории. Но две победы достигнуты. Владимир Викторович, какие планы у вас, извините, команды на майские праздники у вас? Ну, какие праздники, ой, какие планы, вернее, праздник. Девятое мая – это большой праздник, да, и мы сегодня тоже ощутили его, потому что и перед игрой футболисты тоже понимали, что нужно как бы чуть-чуть проникнуться этим великим достижением советского народа в Великой Отечественной войне и достижение этой победы. Вот и ролик, который на табло нашего стадиона тоже шел. Поверьте, мы чтим память наших ветеранов, тех, кто сегодня мы в мирное время можем здесь, в Беларуси, скажем, в своей родной стране, наслаждаться, наслаждаться жизнью, да. И, естественно, что в каждой семье, и я не исключение, у меня тоже есть ветераны, которые в Великой Отечественной войне участвовали. Поэтому это большой праздник. Естественно, мы тоже очень, скажем так, проникнуты этим праздником. Один выходной команда заслужила, конечно, безусловно. Поэтому моя задача ребят поблагодарить за игру и дать им немножко эмоционально восстановиться, потому что всегда очень важно после эмоциональной игры быть это поражение. Но сегодня мы одержали победу, и даже после побед надо уметь восстанавливаться. Поэтому, конечно, дадим ребятам в преддверии 9 мая побыть семьями и ощутить праздник. Еще есть вопросы, коллеги? Пожалуйста. В начале игры, получается, Морозов получил как лучшего игрока месяца приз, да. Вы получили как лучший тренер месяца. Может прокомментируйте? Я очень рад за Владика. Опять-таки, он, наверное, заслужил звание лучшего игрока месяца своей игрой, забитыми голами, где он помогал команде достигать победы, да. Да, безусловно, я как тренер всегда буду радоваться успехам футболистов, потому что, ну, наверное, это и где-то тренерская тоже работа, чтобы футболисты прогрессировали. Но есть одно «но», когда я всегда ребятам говорю, это промежуточные успехи, которые ни в какое сравнение не идут с общекомандными успехами и достижением цели, в которые команда стремится. Поэтому я думаю, что Владик сегодня порадуется этому успеху, да. Ну, а завтра уже он опять будет думать, как помогать команде достигать побед и двигаться к своей цели. Что касается меня, то, ну, скажу так, конечно, это приятно, но, еще раз говорю, это промежуточный какой-то успех, который ни в коем случае, скажем так, не дает ни повода расслабиться и сказать, что что-то достигнуто. Пока ничего не достигнуто, и, еще раз говорю, я уже и забыл о том, что этот приз вручали. Коллеги, еще вопросы? Если вопросов больше нет, то наша пресс-конференция окончена. Всем спасибо. Спасибо.